алоха это вторая часть про залитую колонку swan stream light прошло буквально полдня ну ладно не полдня ну почти день уже прошел то есть вечер следующего дня и уже есть явные изменения во первых она стала чище во вторых я содрал пленку эту и как оказалось не зря в третьих я в первой части показал что внутри есть потемнение это действительно оказалось плесень она была по всем стенкам и я довольно таки продолжительное время ее оттирал чтобы корпус внутри стал чистым и пленку я содрал не зря потому что вот посюда здесь была плесень и вот смотрите вот как бы она ватра линия по которую колонка как бы была залита и вот передняя панель вот здесь вот вздута то есть такое ощущение будто повод посюда колонка просто стояла в воде при этом в электроника внутри осталось нормальном состоянии вот эта плесень была с двух сторон там была и белая и темная также я успел приклеить трубу фазоинвертора так что теперь внутрь и не особо посмотришь но вот можно видеть что внутри стало гораздо чище колонка была полностью разобрана по блокам откручено все что можно открутить все снято я закрепил разъем я притянул вот этот винтик тут нужно найти еще 7 винтиков я их пока не нашел а лучше заменить все потому что вот например эти ржавые также была заменена вилка на нормальную опять же это условно нормальная вилка на мощное устройство ее нельзя а сюда ей самое место как я уже показывал на трансформаторе было немного коррозии и самое интересное кстати что вот несмотря на все вы весь вот этот трэш который был внутри пока я колонку не намочил тряпкой она ничем не пахла а вот сейчас прошло прошло чуть менее суток и я ее всю обтер она вроде бы высохла но запах она источает но я думаю она выветрится и ей в любом случае будет лучше чем до протирки у меня вообще была мысль просто этот ящик выкинуть а и купить другой корпус или купить сломанные такие же колонки но я залез на это посмотрел что вообще есть и понял что без вариантов либо ее разбирать просто дербанить ее продавать динамики продавать усилитель продавать трансформатор либо собирать из того что есть я выбрал сами видите что и так всю электронику я вымыл в том числе и динамики кстати динамики действительно шелковый вот видно или просто тканью короче классическая купольная китайская пищалка которая кстати мне нравится какая эта пищалка играет вот басовое звено мне не нравится после того как я эту колонку собрал воедино я и немножечко подклеил вниз но углы у нее все равно дырявые она сифонит снизу со всех остальных сторон она не сифонит басов и все-таки не хватает хотя в принципе кто как она играет для своего размера ну блин слушайте очень даже неплохо за те деньги которые это акустика стоила и учитывая то что она пережила и осталась в живых по поводу усилитель здесь действительно оказалось 4 тогда 20 30 просто у меня были мысли и кстати я сказал что этот динамик 4 ватта не 4 а 24 просто мне были опасения что может быть 220 32 2003 но нет ну и давайте я включу продемонстрирую как она работает после того как я помыл всю электронику в том числе вот этот темброблок регуляторы даже очнулись ну и собственно вот смотрите громкость похрустывает вначале чуть-чуть низкие частоты вообще без хруста высокие кстати я ошибся регулятор громкости нифига не четырехканальный обычный двухканальный оказывается он регулирует просто входной сигнал вот что на наушниках что здесь кстати разъем наушников работает там играют оба канала но это прямой сигнал с усилителя а из этого блин с источника просто пущены через регулятор громкости то есть это не усиленный и ослабленный сигнал с микросхем нет но какого-то жуткого нагрева по радиатору нету он равномерный поэтому я думаю что все нормально с темброблоком это кстати получается 2 часть еще как бы мини обзор заметил интересную особенность поскольку здесь beamping есть ощущение что это не темброблок а просто как бы регулировка уровня нижнего усилителя верхнего усилителя потому что например вместе с низкими частотами регулируется и средние частоты а характер звука вроде бы как бы даже и одинаковые ничего как будто бы не меняется но и звук слушайте она кстати не дребезжит не пердит от того что она дырявая немножечко но звук более коробочный от этого будет возможно когда я полностью загерметизирую басы станут чуть поглубже понормальнее кстати то что регуляторы громкости как-то скрижечь или при вращении это оказалось проблема не в самих резисторах а в том что под ручками между гайкой и ручкой была наклеена какая-то какая-то хрень то ли для этой для того чтобы здесь не задувало то есть какая-то бумажная клейкая фигня была под ручками и это она звуки издавала при вращении так что все резисторы живы кстати я посмотрел цены на эти колонки и заметил странность меня вопрос как может пара рабочих колонок стоит 2 500 межблочный провод по сути просто трехконтактный стоит 800 рублей неисправная пара колонок при этом стоит полторы тысячи провод к ним этот есть кстати да динамики эти тоже я мыл и они и потоп получается пережили и мою мойку под краном с мылом особенно с мылом я мыл этот динамик потому что там порох была грязь на пищалку просто сполоснул я думаю в таком состоянии после такой небольшой небольшого оживления корпуса можно обтянуть самоклеющейся пленкой по бокам чтобы хоть как-то вид вернуть и даже несмотря на вот эти вздутия по переду попробовать продать эту колонку потому что например покупать пассивную колонку одну за полторы тысячи я не буду я лучше продам эту за полторы тысячи в таком виде полторы тысячи она уже может стоить а потом тем более как минимум потому что зовут этими пищалками иногда охотятся потому что они иногда из строя таки выходят а тут она в идеальном состоянии кстати вот смотрите без пленки отчетливее видно что случилось с корпусом то есть сверху на нее затекала в дула здесь при этом пока целая а снизу вот разбухание идет и сзади она сквозное но жить она теперь явно будет либо в продаже либо у меня в гараже вместо эдифера а а а а